Народные гуляния Народные гуляния Народные гуляния Народные гуляния Народные гуляния Потому что если мы не потеряем свои традиции, если мы не потеряем себя в этом глобальном мире, если мы не потеряем и сможем развить дальше свой язык родной, то мы будем и свободны, и живы, и будем развиваться. Ордон Таня из села Пакуаш Ачимчирского района специально приехал поучаствовать в акции. Я рада, что молодежь такое инициировала. Мы, абхазы, не должны забывать свои традиции. Надеюсь, наши молодые будут носить, если даже не полный комплект одежды, хотя бы отдельные элементы. Я стараюсь на праздники и другие прятовые мероприятия ходить только в национальной одежде. У меня достаточно разнообразный гардероб, похвастался он. Алиас Ласурия готов всегда участвовать в подобных мероприятиях. Я не могу сказать, что смог бы ходить в такой одежде каждый день, но на праздники с удовольствием признался молодой человек. Асхат Возба, участник детской оркестра народных инструментов Сила Фаб, играет на одностворной продольной филейте Аджерпен и с удовольствием демонстрирует свой талант. Мадина Парча говорит, что впервые одела национальное платье и готова чаще ходить в таком наряде. Нукзар Акрова практически единственный чиновник, вышедший на праздник национальной одежды и гордится этим. Это традиция большая, но это не традиция должна стать, а должна стать каждодневным обиходным делом. Каждый должен носить свою национальную одежду и уметь с ней обращаться. Это очень важно. Это столько молодых людей одели свои национальные одежды и вышли в народ. Что может быть лучше это? Это очень показательно. Просто хотелось бы, чтобы на будущий год было еще больше людей, которые осознают, что надо носить свою национальную одежду, надо возвращаться к своим национальным местам. Конечно, надо разнообразить такой праздник. Может быть, больше еще национального добавить. Я имею в виду шествие на конях, там еще что-то. Ну, мы должны показать миру, что мы самобытный народ. Куляни длилось до полуночи. Обязательным атрибутом народных куляний стало угощение национальной кухни и вином. Напротив ресторана Нарта каждый желающий мог отведать абхазские лепешки с сыром, аджан-джюх, сушеной хурмы, вареной молодой кукурузы, орехов, бывалинового кислого молока и, конечно же, вина. Площадка у колоннады была отдана художникам, аквагримерам и симфоническому квартету. По набережной разъезжал файтон, на котором могли покататься все желающие. Праздник завершился фейерверком.